ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 у России не будет большого желания поддерживать хотелки своего предводителя своими жизнями и не только. То есть она может быть как в 15-м году. У нас военаж не закончилась. Последнее крупное сражение было Дебальцевское в феврале 15-го. Потом еще была где-то в июне еще какая-то безглузда атака одного отдельного батальона. А так в принципе войны-то не было. Я имею в виду как процессы. Были перестрелки, какие-то тактические мелкие операции по линии соприкосновения. Страна жила своей жизнью. При этом не то, что не была окончена война. Она была даже до юра не начата. То есть вот такой формат тоже возможен. Если Путин останется жив и не захочет формализовать окончание войны, значит она не будет формально закончена. Но масштабные боевые действия закончатся ввиду того, что в России просто иссякнут ресурсы для введения боевых действий из столь высокой интенсивности. Арти, последние публикации наших западных партнеров, в частности Нью-Йорк Таймс, говорят о том, что Путин якобы передает всем, кому может и не может, о том, что он готов положить сколько угодно своих солдат, но он ни за что не сдастся. И это цитирует там куча западных средств массовой информации. Вот это интересный момент. Более того, после статьи Залужного, после интервью Залужного, которое просто произвело фурор здесь, в Украине, его обсуждали просто чуть ли не на каждом углу. Более того... Стучали. Тема, перестань стучать, пожалуйста. Потом постучишь. Потом постучишь. Не стучи, пожалуйста. Слышимся. Так, все, я извиняюсь. Нет, это очень... Спасибо. Вот. Более того, после интервью Залужного, тут просто, которое обсуждали на каждом углу. Более того, интервью Залужного обсуждали во всем мире и на Западе, в том числе. Это было очень важное, знаковое интервью. И создалось какое-то такое впечатление, Арти, что мы вроде снова возвращаемся в февраль. Тот, который был. Нехорошее такое впечатление. Потому что снова готовимся к наступлению с Беларуси, снова готовимся к масштабному наступлению. Хотя еще месяц назад мы говорили, а чем России наступать-то? Ничего же нет. И вдруг снова заговорили о масштабном наступлении. Как-то все в голове смешалось. Ну, не помню, кто сказал, но это абсолютно истинно. Военные должны либо готовиться к войне, либо вести войну. В данном случае речь идет о подготовке к какой-то отражению масштабной операции России, на которую теоретически она способна. Если проведет мобилизацию не только личного состава, но и экономики, ресурсов-то там хватает. Другой вопрос, хватит ли у Путина ресурсов власти для того, чтобы мобилизовать страну? Ну, вопрос открытый, но надо готовиться к худшему сценарию. Вот. Поэтому можно сколько угодно прогнозировать, делать ставки там на тот или иной то или иное развитие событий, но такое развитие не исключено, а это значит, армия должна к ней готовиться. О чем и заявляют заложные. Ну, там много чего она говорила в этом интервью, в том числе, что нам нужно для Победы. Причем, вот я что-то не обратил внимания, но никто, по-моему, не обратил внимания, он ничего не сказал про границы 91-го года, по-моему, по крайней мере, я что-то не прочитал, а про границы 23-го февраля он сказал, то есть, то, что нам нужно для того, чтобы выйти на границе там, которые были до 23-го февраля, он цифры озвучил. Да, это правда, так и есть. А для того, чтобы выйти на границе 91-го, нужно кое-что еще, прямо вышеперечисленное. Поэтому, как бы, он трезво смотрит на вещи, то есть, вот те цифры, которые озвучены, они по сравнению с масштабами предыдущих поставок достаточно большие, и быть стопроцентно уверенным, что мы их получим, в общем-то нельзя. То есть, на самом деле, прозвучала следующая мысль о том, что, господа, под большим сомнением достижения даже этого успеха в случае, если вы, как бы, радикально не поменяете структуру поставок в украинской армии. То есть, не то, что это не случится точно, а то, что не факт, что это случится. Вот, чтобы это стало фактом, и чтобы это надежно случилось, нужны вот такие поставки. Вот, это основная мысль, которую он, скажем так, донес западному изданию, которое читают, в первую очередь, западные аналитики и люди, принимающие решения, и влияющие на принятие решения. Вот, вот это главное, что я вычитал в этом тексте. Все остальное, как бы, он сказал то, что он должен был сказать. на самом деле, я ничего там не услышал нового, что ли, все это, как бы, можно было еще пару дней говорить многие вещи, достаточно очевидные для участников процесса. Я являюсь участником процесса. ощущается на фронте нехватка оружия. Вот, чувствуется сильно это. Я не знаю, что можно из этого сказать, но просто это тоже, чтобы украинцы понимали, правда, ведь, потому что, вообще все запутались. ощущение такое, что оружие вообще не передают. Мало. Мы хотим больше оружия. Ну, у нас даже не половина пехотинцев имеют бронетехнику. То есть, у нас пехота, образца, по сути, Первой мировой войны, да, только, ну, стрелковое оружие немножко по-современному. Вот, то есть, это, ну, как бы, неправильно, когда ты сражаешься с армией, которая, там, объявляла себя во втором мире. И высокомобильные боевые действия, которые необходимы для освобождения территории, они требуют, чтобы пехота была в броне, либо это будет цена высокая, огромные потери. Это тоже, как бы, вопрос цены и цели, да, то есть, цели надо ставить такие, что цена за них та, которую вы готовы платить. мы готовы платить большую цену за то, чтобы выйти на границе до 24 февраля. И будем это платить. Но, как бы, без дополнительных ресурсов говорить о 91-м годе вообще невозможно. Потому, что, к сожалению, мы имеем дело с противником, у которого бесконечный ресурс. Ну, относительно бесконечный. Другой вопрос, что они не могут сразу всех их вытащить и положить. У них там, как бы, мобилизация, там, пропускная способность их подготовки, там, качество войск, которые не поставляют, мягко говоря, невысокое, да. Но, если посмотреть правде в глаза, мы не можем закончить эту войну на Красной площади. Как бы заложенную не хотелось бы проехаться под ней танком, но, к сожалению, у нас такой противник, и у нас такие ресурсы, что это невозможно. Вот. Поэтому будем, как бы, достижимые цели ставить перед собой, достигать их. Но, для того, чтобы мы, как минимум, вернулись на позиции до начала агрессии, я имею в виду, территориальные, освободили людей, которые остались на этих захваченных территориях, нам тоже нужны ресурсы. И, если будут поставлять в том же темпе и те же, ту же номенклатуру, которые поставляли до сих пор, это будет нам крайне дорого стоить. Крайне дорого, это не в деньгах выражаться, а в убитых и скалеченных воинах. Арти, вот, я много читаю в последнее время аналитических отчетов о том, как изменилась армия России, и вот, что замечают украинские аналитики, что они тоже учатся, и это, наверное, проблема для нас, да? Ну, вот даже потому, как они обстреливают Украину, то есть, тут появилась системность, что они вначале там делают разведку, поднимают самолеты, потом у них дроны, потом ракеты, потом там дальше, то есть, меняется это. Вот, чувствуется ли это на поле боя? Вот эти вот мобилизованные люди, они действительно уже что-то могут, или это по-прежнему вот те, которые их просто бросают на абразуру, да? Почему я об этом спрашиваю? Потому что, когда говорят там, что вот Путин легко может потерять там 300 тысяч, и вообще, как бы для него это не проблема, но да, потерять он может, и что? Ну, непонятна логика вообще этого всего процесса. Нет, ну, Путин, судя по тому, что мы о нем уже знаем, ему вообще без разницы, сколько он там потеряет, его интересует своя жизнь, свой комфорт, свое там, какое-то эго. Другой вопрос, что готовы ли сами россияне в своей жизни, столько своих жизней отдать за это, да? То есть, в какой-то момент может наступить коллапс управления, когда люди скажут, да нет, а, не пойдем, б, если нас погонят как стадо, то мы не пойдем там в атаку, там, и так далее. Ну, скажем так, в истории случаев паралича власти они как бы не единичны, и каждая власть не хочет до этой ситуации дойти, да, то есть, когда формально есть армия, но эта армия совершенно не воевает, штыки в землю, и все, вот, или там вообще доброта не доходила в Первый мировой, да, ну, как бы у нас тут доброта не дойдет, по нашей причине, мы не будем с убийцами брутаться. то, что она, эта армия может прекратить вообще какие-то боевые действия, это факт. А почему она может прекратить? Вы же сами сказали, большие запасы, много людей. Закручивает, закручивает, ну, понимаете, гайки можно закручивать так, чтобы срывается резьба, да, но это надо крутить аккуратненько, то есть, я о чем и говорю, что это бесконечный ресурс, то есть, он бесконечный будет, но вопрос в объеме, да, если он сейчас пойдет, 2 миллиона попытается отловить и засунуть в армию, вот тут можно гайку резьбу и сорвать, и тогда будет, там, коллапс управления в России, там, и так далее. Вот это он точно не хочет и постарается не допустить. Поэтому, если бы можно было, если бы он точно знал, что сейчас 2 миллиона мобилизует, там, за месяц, там, и всех вот, всех кину, и все пойдут. Мы просто не успеем, там, стоку пульс собрать, чтобы всех прибить, ну, я образно говорю, да, то он бы это сделал, но он прекрасно понимает, что это невозможно, это приведет к срыву резьбы, системы управления, поэтому он этого не делает. Это единственная причина, по которой он этого не делает. Арти, если можно, я хотела бы поговорить немножко о том, что происходит на фронтах, ну, может быть, там вот, то, о чем вы можете сказать, ну, бесспорно, да, я просто знаю, что вот, вы в свое время воевали на Донбассе, вот, что там у них с этим Бахмутом? Что, сколько может это продолжаться? Чего они его так остервенело, штурмуют? Что происходит? Что, почему это для них какая-то ключевая точка? Ну, Бахмут, это следующая точка, да, ну, достаточно большой узел, дорог, транспортный, да, и крупный город на Донбассе, то есть им надо какую-то последовательность себе придумать, но они придумали себе последовательность Бахмута, но если посмотреть на линию соприкосновения, он чуть-чуть выступает, как бы, на этой линии, ну, поэтому и Бахмут, не думаю, что там что-то сакральное в этом все деле есть, просто, ну, как бы, надо где-то наступать, была команда наступать, освобождать, как бы, Донбасс, вот там и наступают, там пытаются провести операцию по охвату, ну, повторить примерно историю с Лисичанском, вот, чтобы мы сами оттуда ушли из этого Бахмута, если нам, как бы, зайдут с флангов и усложнят логистику для войск, которые будут в самом Бахмуте, потому что в уличных боях, ну, у них никаких ресурсов не хватит, потому что в уличных городских боях, там, там, взвод может держать батальон, достаточно эффективно, особенно при поддержке миномета, это так вообще, они отдают себе отчет, что там в уличные бои втягиваются, это горная затея, ну, пытаются поэтому ухватить с флангов, для того, чтобы мы сами, как бы, оставили Бахмут, как они оставили, кстати, кучу городов, там, при своих отступлениях, по той же, по сути причине, чтобы не остаться запертыми, вот, но, как бы, я не вижу у них шансов никаких, то есть я наблюдаю тут довольно близко и с разных сторон, как бы, ход событий, ну, я бы охарактеризовал это одной, одной украинской фразой, да, якает безглуз до самогубства, вот, для тех людей, которые идут тут на штурмовые действия, ну, таких людей, как бы, не может быть много, даже зэки заканчиваются, там, вряд ли, там, из всех российских зэков, там, больше 15% в принципе, способны по физическим своим параметрам, там, каким-то штурмовым действием, а еще какой-то значительный процент еще и может быть по-моральным даже не захочет в этом участвовать, ну, как минимум, лучше там баланду поесть в тюрьме, чем сдохнуть где-то тут в полях подбахнуть, вот, поэтому ресурсы точно не бесконечны, тем более, как бы, информация о том, что здесь верная смерть, она все больше и больше там распространяется, там, а на зонах, там, эта информация быстро растекается, вот, поэтому думаю, что этот ресурс закончится, а других, кто вот так вот пойдет, кроме зэков, там, этих штрафных, не рот, у них называется, там, как-то группы, что, вот, тоже не бесконечны, ну, и все, и дальше, как бы, наступление заглохло, дальше, ну, точнее, не наступление, я бы не назвал наступлением, я бы назвал это просто штурмовыми тактическими действиями, совершенно не имеющим никакого оперативного смысла и перспективы, ну, как бы, ну, без утилизирования, будем, пока лезут, где-то, там посидят, потому что бывают такие позиции, которые дороже держать, чем оставить, потому что туда, допустим, эвакуация оттуда, доставка туда снабжения и так далее, будет там под прицельным огнем, то есть, меня вот, допустим, в 17-18-м бесило, когда наши там лезли, там, волшебный лес, там, еще куда-то, ну, типа, клаптик какой-то земли украинской освобождать, но, это красиво звучит, на самом деле, вот эти вот позиции, которые, многие из этих позиций, которые были заняты, были крайне неудобны для обороны, крайне неудобны для снабжения, логистики, там, и так далее, то есть, это на самом деле ослабляло нашу оборону, не принося нам практически ничего, то есть, противник при этом, линия соприкосновения не менялась, то есть, появлялась еще какая-то синяя черточка, которая была чуть-чуть восточней, но, по факту, это несложно нам потери, то есть, вот сражение за, там, этот волшебный лес нам принесло около роты потерь, при этом мы продвинулись на 300 метров, вот, при этом эта позиция, снабжение ее, там, да, эвакуация, там, ротация, это каждый раз боевая операция, связанная с пересечением местности, которая простреливается противником прямой науки, вот, ну, то есть, тут принимаются тактические решения каждый раз, то есть, опять же, битву-то идет не за территорию, а за победу в войне, то есть, мы можем где-то там отступить, оставить какую-то позицию одну, вторую, третью, а потом лопануть и забрать и это, и не только это, еще и много чего. Даже здесь, на тактическом уровне, вот, на моих глазах было такое, они там две недели дом за домом штурмовали улицу, вот, наши провели тактическую операцию, вернули там всю улицу, еще прихватили, что, за один боевой день, да, ну, вот, смысл в этом какой, они из-за дня в день теряли людей и в этих безбузных штурмах мы, в общем-то, одной атакой, ну, конечно, тоже не без потерь, но в один день, вот, все вернули, восстановили там тактическое положение, особенно, на данном участке. Ну, то есть, вот эта возня будет, пока у них будет, чем возиться, пока есть там идиоты, которые будут эти штурмовые действия проводить. Ну, вот реально, когда мы их видим, я так вижу, там, буквально сверху, часто, мне интересно, что в голове происходит. Почему? Да, вот как можно вот так вот безглузно совершенно заниматься самогубством. То есть, они что-то просто идут и идут, вот друг давалой просто и все. Ну, типа, ну, причем там группа там какая-нибудь там 10-15 человек, да, там куда-то пошла. У них до своих там еще поди вернуться, там тоже квест еще вернуться к своим, там, в случае чего, они тут бегают, но их там как этих куропаток, там по одному вылавливают. Ну, как бы снарядов у нас не от вольного, поэтому стараемся так не то, что экономить, а чтобы ни одной мимо, ни одного мимо. Когда там недолет-перелет, то как-то так обидно. То есть, абсолютно бессмысленно, то есть, совершенно причина это, там, тактическое, там, тактическое действие этой штурмовой группы, абсолютно обречено. Эти мнения идут, вообще не понимают, причем до них эта же процедура проделала еще несколько штурмовых групп в этом же месте при тех же обстоятельствах. Вот, ну, дело такое, он закончится, значит, и эта фаза закончится, я имею в виду, вот этой возни. Но это не влияет на самом деле, вот эта возня не влияет на оперативную обстановку, совершенно. То есть, на масштабные боевые действия, которые связаны с разгромом, там, с освобождением значительных территорий, так далее, вот эта возня не влияет просто никак. Ну, немножко отвлекает в том плане, что тут тоже надо не проспать. Вот, но, вот эти события идут, как бы, своим чередом, а то события, как бы, имеют другую частоту и происходит, как бы, по своим законам, не связанным с этой возней. А как вам кажется выглядеть вот это вот масштабные боевые действия? если можно, общий взгляд, что возможно, что можете сказать? Ну, вот представляете, если вот так по дому, от дома к дому, да, ну, грубо говоря, там по 50 метров в день, сколько нужно времени занять, чтобы дойти хотя бы до Днепра. Да, ну, вот, это, наверное, там пару сотен лет надо мне сейчас слить считать. Вот, да, то есть, ну, точно ничего не приведет. Вот, а война совершенно точно закончится в следующем году. Вот у меня не вызывает сомнений. Я имею в виду активная фаза, вот, активная горячая фаза. Ну, она, естественно, закончится не вот такой вот, возьми, там, от домика к домику, а закончится какими-то прорывами, выходом на оперативный простор, охватами, скажем так, оперативно- оперативно-стратегического органа. Ми, шановні глядачі, вистояли і обов'язково переможемо, бо разом ми сила. Підпишіться на канал, ставте вподобайку, пишіть свій коментар та поширюйте цю інформацію.